В прямом эфире утренний информационный выпуск в студии Марат Ярназар. Здравствуйте. Еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алматы. Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждены 150 случаев регистрации коронавируса. Из них в Нур-Султане 75 случаев, в Алматы 55, в Караганде 4 и 2 случаев в Шимкенте. По 3 инфицированных в Жамбылской и Атараусской областях, также в Акмолинской области и по одному случаю в Алматинской и Актюбинской областях. В Североказахстанской, Павлодарской и Мангистауской областях также по одному случаю три человека выздоровели, один умер. С 30 марта по 5 апреля в Нур-Султане объявлена нерабочая неделя. Это касается всех организаций вне зависимости от форм собственности, за исключением медиков, работников правоохранительных органов, коммунальных и других служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Об этом заявил Аким столицы Алтай Кульгинов в своем обращении к населению. Такие беспрецедентные меры создаются, чтобы обеспечить условия для самоизоляции людей. Предлагаю послушать обращение Акима Нур-Султана полностью. Уважаемые жители столицы, как вы знаете, количество заболевших выросло. К сожалению, есть летальный исход. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким скончавшийся. Врачи сделали все, зависящее от них. Этот факт еще раз показывает то, насколько опасна инфекция. И то, как мы должны относиться к мерам безопасности. Эту больницу мы закрыли на карантин. Некоторых врачей положили также на карантин. Еще один объект, который мы закрыли на карантин, это автобусный парк номер один. В ходе мониторинга нами выяснилось, что работник автопарка был контактным с заразившимся коронавирусом. Поэтому в целях безопасности наших горожан, а также работников автопарка, мы полностью автопарк закрыли на карантин, провели дезинфекцию самого парка и автобусов. Без жестких мер нам не удастся замедлить и остановить инфекцию. Поэтому с 30 марта по 5 апреля работа общественного транспорта по городу приостанавливается. Мы проведем тотальную проверку работников автопарка. После праздничных выходных мы заметили большой наплыв людей на улицах. Поэтому для того, чтобы создать условия для самоизоляции, Госкомиссии принято решение, что начиная с 30 марта по 5 апреля объявить неделю нерабочей. Приостанавливают свою деятельность все организации, независимо от форм собственности. Это не касается медиков, работников правоохранительных органов, коммунальных служб и других служб, которые обеспечивают жизнедеятельность города. А для тех, кто на передовой по борьбе с инфекцией, мы поможем обеспечением транспорта. Третье. Ограничивается выход граждан из дома за исключением приобретения продуктов, лекарств и получения медуслуг, а также выхода на работу, деятельность организаций, которых разрешена на этот период. Здесь хотелось бы отметить, что это уже не рекомендация, а требование чрезвычайного положения, правила, которые мы должны соблюдать все. Улицы города будут патрулировать службы. Здесь нужно отметить, что чем больше вы находитесь в обществе, тем больше подвергаете себя риску. И безответственное отношение не должно стоить кому-то жизни или здоровья. Четвертое. Для пенсионеров, которые состоят на диспансерном учете, а также получают лекарственные средства, мы уже с 25 марта начали работу по доставке на дом всех необходимых лекарственных средств, а также продуктов питания. Заявку можно подавать через службу 109. Продовольственные магазины работают. Пятое. Несовершеннолетним запрещается выходить на улицу без сопровождения взрослых. А с 6 апреля мы уже начнем обучение онлайн. Шестое. Закрыты все общественные места, парки, скверы, игровые площадки, а также другие общественные пространства и места отдыха. Дорогие друзья, дорогие жители столицы, дисциплина – это гражданский долг каждого из нас. Альтернативы строгой дисциплине нет. Пожалуйста, не ждите, когда кто-то из ваших близких заболеет, либо когда станет слишком поздно. Берегите себя и своих близких. Спасибо. Новые ограничительные меры, связанные с карантином, вступили в силу в Нур-Султане и Алматы. Наш корреспондент Марк Брюшко работает в столице. Вместе с нашей съемочной группой он выходит в прямой эфир с одного из ранее оживленных перекрестков. Марк, с введением карантина столица и так заметно опустела. А что ты видишь сейчас? Марат, ну если сравнивать картину, которую мы наблюдали два дня назад, фактически в первый рабочий день после праздников, посвященных Нур-Рызу, и тем, что происходит на улице сейчас, это небо и земля. Люди, как мы понимаем, они все-таки прислушались к этим уже не рекомендациям, как раз и к требованиям, которые запрещают массово выходить на улицу, собираться больше трех человек. Ну, вы только что слышали об этих требованиях в эфире. И, в принципе, не так много мы здесь людей можем видеть. Хотя, за 10 минут примерно до нашего прямого эфира мимо нас проехал автобус на остановку, полностью битком забитый людьми. Понятно, всем нужно на работу. Но вот, к сожалению, этот вопрос еще остается открытым. Что делать тем, кто хочет, допустим, и кто должен работать? И как ему поступить, если он только на общественном транспорте сможет пока добираться до работы? Ну, думаю, с приостановлением движения общественного транспорта эта проблема, так сказать, решится. Автомобилей на дорогах, скажем, тоже немало. Все, я так тоже полагаю, утро еще едут на работу. По своим делам вряд ли кто-то сейчас будет выходить, потому что карантин дело серьезное. И, надеюсь, те, кто не придавал особого значения ранее коронавирусной инфекции, теперь задумается наконец-то и примет все необходимые меры для того, чтобы обезопасить себя, окружающих и своих близких и лишний раз не будет выходить из дома только в магазин или в аптеку за необходимыми вещами, без которых мы уже не можем представить свою жизнь. Еда, продукты, питание для быта, товары и все прочее. Что еще можно отметить? Остановка неподалеку от нас, она практически пустая. То есть, можно сказать, что люди действительно, по большей части, потому что, отмечу, эта остановка всегда переполнена людьми в любое время суток. Это самый центр левого берега, можно сказать. Люди, я думаю, все-таки, опять-таки, более сознательно подошли к тому, чтобы переждать карантин у себя дома. И будем надеяться, что так будет и в других частях города. В следующем информационном части мы поедем на правый берег уже и посмотрим, как обстоят дела там. Больших скоплений людей тоже мы не увидели. Толпами люди не ходят. В принципе, я думаю, что, опять-таки, так и будет продолжаться сегодняшнего дня и вот всю оставшуюся неделю, которую, по крайней мере, отвели пока на этот период, на период, когда неделя будет нерабочей. Ну, Марат, мы продолжаем следить за тем, как здесь обстоят дела на улице. Не могу сказать, что здесь слишком пусто, но и людей несколько раз больше, меньше, несколько раз меньше, точнее говоря, да, чем два дня назад мы могли наблюдать на остановке возле Дома Министерства. Напомню, может быть, кто помнит, эти прямые эфиры наши. Слово пока передаю тебе и остаемся здесь наблюдать за тем, как вообще все происходит, как картина разворачивается. Спасибо, Марк. Будем ждать включения с новых точек в столице. Марк Брюшко рассказывал об обстановке в столице утром 10-го дня карантина. Увеличение интервала движения автобусов на линиях и отмена некоторых маршрутов. Усиление режима карантина многие жители столицы наиболее остро почувствовали на примере работы общественного транспорта. Часы пик в автобусах не протолкнутся. И это говорят пассажиры при нынешних-то условиях. Некоторые пытаются воспользоваться услугами такси. Об этом, а также о международном опыте расскажет Андрей Деменок. Вы обрабатываете каким-то образом транспортное средство? Конечно. Поргексидин. А вы не боитесь без маски? Пока нет. Без перчаток? Пока нет. Остановка возле одного из торгово-развлекательных центров. Пренебрегая всеми предупреждениями на свой страх и риск, люди штурмуют автомобили. Таких же бесстрашных бомбил. Говорят, просто другого выхода нет. Количество автобусов пригород сначала сократили, а теперь их движение и вовсе прекратили. Как планируете добираться? Ну как, на такси, на работу это надо как-то добираться. То есть, вас с работы не освобождают? Ну нет, пока есть, да. А не страшно ли в такси садиться? Все-таки неизвестно, обрабатывают они салон не обрабатывают? А что мне делать? Мне надо детей кормить, мне надо семью. Вот одна кормилица я. Каждый день я хлеб ношу, молоко ношу, все сидят дома. А вчера, вы говорите, много людей, да, было? Больше сотни человек вот тут стояло. Это во сколько? После шести. 303 после шести не ехали. Хотя было написано, что до семи. Пассажирам общественного транспорта городских маршрутов может показаться, что повезло больше. Внутри мегаполиса он хотя бы ходит. Только интервал между автобусами увеличился. Однако сами водители причин для паники не видят. Тем более, что от пассажиров их теперь дополнительно оградили. За пассажиров не страшно о том, что они переполнены на автобусе? Нет. Не знаю. Просто здесь переградили. У самих пассажиров, как несложно догадаться, другое мнение. Вокруг них защитную ленту никто не натягивал. Страшно. Ну, я... Не надо доехать. Надо доехать же как-нибудь. Деваться некуда. Ну, утром на такси сейчас бешеные эти тарифы. Многие жители столицы, отвечая на вопрос съемочной группы, задавали свои. К примеру, как работает общественный транспорт в других странах, где похожие условия. За помощью пришлось обращаться к коллегам. Батогос, расскажи, пожалуйста, как работает общественный транспорт в Китае, в частности, в городе Ухань? В Китае из-за эпидемии коронавируса, ну, как вы знаете, оно еще... Это началось еще в конце декабря. И закрыли только один город. Это город Ухань, провинция Хубэй. Ну, и, соответственно, фактически всю провинцию закрыли. Вот. В самом городе Ухань, который был закрыт на карантин, с 23 января отменили все автобусные сообщения, паромы, железнодорожные сообщения, авиасообщения. Все было отменено. Вот. Люди передвигались только на машинах или на такси. К слову, на сегодня общественный транспорт в городе, который теперь знают во всем мире, снова начинает работать. Только заполнять салоны перевозчикам разрешено не более чем на 50%. Речь идет только о сидячих местах. Власти же Узбекистана, в стране, где карантин до сих пор еще не введен, пошли путем своих китайских коллег. В Ташкенте приостановлена работа общественного транспорта с 22 марта. В столице временно не работает метро и не ходят автобусы вообще. По городу будут курсировать только, наверное, такси. И то они должны быть продефенсированы городским центром санитарно-эпидемиологического благополучия. В столице же Казахстана разговоры о таком решении только начинают появляться. А пока только снижение числа автобусов на линиях и закрытие нескольких маршрутов. В оперативный стаб по предотвращению коронавируса города Нур-Султан нами внесены рекомендации о полном приостановлении движения общественного транспорта на период карантина. Пока решение будет приниматься на самом верху, хочется надеяться, что там учтут опыт тех же коллег из соседних стран. Например, в Узбекистане стоимость такси не изменилась, а специалистам экстренных служб предоставляют служебный транспорт. Андрей Деменок, Арман Акшабаев, Хабар, 24. На востоке Казахстана производство многоразовых масок наладили в шести исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Всего за неделю изготовлено уже больше 40 тысяч экземпляров. Защитные средства направлены в первую очередь на нужды по подразделению Министерства внутренних дел, в том числе спасателям, полицейским, сотрудникам тюрем и колонии. Обеспечена безопасность и самих заключенных. Сейчас уже идет формирование заказа для Акимата области. В понедельник, как сообщили в профильном департаменте, партия будет отгружена. Материалами обеспечены полностью. Ежедневно в швейных цехах работают 200 человек. Сами осужденные отмечают, что готовы трудиться, не покладая рук. Тем более, за это они получат заработную плату. Кроме того, могут снабжать дефицитной продукцией и собственные семьи. Нам дали возможность такую систему МВД, чтобы мы отправляли домой эти маски. Не так давно я отправил своим родителям. Они к ним поучили, они были довольны, что чем-то мы можем даже в такой ситуации им помочь. Также мы делаем маски, чтобы наше население Казахстана хоть чем-то, в чем-то мы им могли помочь. К ЧАЭС было поставлено 20 тысяч масок. Департамент полиции Восточно-Казахстанской области 10 тысяч масок. Остальные маски масками обеспечили департаменту господинской системы и исправительные учреждения как сотрудников, так и осужденных. На сегодняшний день пошивом масок в шести учреждениях занимается РГП «Имбекус Кемен». Материал был закуплен у отечественного товаропроизводителя. Свыше 40 предприятий по выпуску пищевой продукции работают в штатном режиме в Жамбылской области. Из них 5 стабильно поставляют готовые товары в Нур-Султан и Алматы. Перебоев с доставкой кондитерской, молочной и мясной продукции нет. Например, с птицефабрики, действующей в Байзакском районе, ежемесячно на рынке карантинных городов отправляют 20 тонн куриного мяса. Бесперебойно функционирует и предприятие по производству яйца. Еженедельно в Алматы фабрика поставляет 300 тысяч штук яиц. Ответственные специалисты заверяют, что ситуация по выпуску продуктов питания стабильная. Снижение объемов производства не наблюдается. Предприятия по выпуску продуктов питания за несколько месяцев текущего года произвели продукции почти на 5 миллиардов тенге. Заводы обеспечивают продукции не только наш регион, но и другие города страны. Товаров в торговых точках достаточно. На складах региона и супермаркетов имеется свыше 63 тысяч тонн пищевой продукции. Жителям Прииртышья нет оснований беспокоиться о продовольственной безопасности. Внутренний рынок региона полностью обеспечен продуктами питания первой необходимости. Существенный вклад в недопущение роста цен вносит стабилизационный фонд. По данным специалистов, в настоящее время в запасах фонда достаточное количество продуктов. Тем не менее, планируют дополнительно закупить еще почти 5 тысяч тонн продовольствия. Так, для приобретения муки первого сорта, сахара, гречневой крупы, яиц, риса и лука из местного бюджета выделено 800 миллионов тенге. Продукты питания по приемлемой цене доступны для населения в социальных магазинах области. Количество социальных торговых точек в регионе планируют довести до 300, говорят специалисты. Продукция стабилизационного фонда реализуется на ежедневной основе в социальные магазины города Павлодара. В то же время на постоянной основе ведется работа по пополнению стабилизационного фонда. Большинство поставщиков – это местные товаропроизводители наши, в том числе сельхозтоваропроизводители. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в США превысило 100 тысяч человек. Соединенные Штаты стали первой страной, где количество подтвержденных случаев COVID-19 преодолело эту отметку. Известно, что больше всего инфицированных в штате Нью-Йорк – около 40 тысяч. От осложнений, вызванных заболеванием, в этой стране умерли около 1700 человек. В то же время выздоровели около 900 американцев. Со вчерашнего дня Соединенные Штаты Америки занимают первое место по числу инфицированных коронавирусом. Президент Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики страны в размере 2,2 трлн долларов. Этот пакет помощи стал крупнейшим в истории США. Тем временем в Италии число погибших от коронавируса побило суточный рекорд – 969 человек. Всего в Италии с начала пандемии умерли более 9 тысяч. Число зараженных приближается к 90 тысяч. В стране не хватает врачей, они в группе риска. Местные СМИ сообщают, что 9% от общего числа инфицированных – медики. Власти говорят, что новые данные показывают замедление заражений, но предупреждают, что пик еще впереди. Италия – первая из стран Запада ввела строгий карантин, включая ограничения на передвижение людей. Накануне стало известно, что после 3 апреля он будет продлен. В Германии более 50 тысяч человек, по последним данным, заразились коронавирусом. Это третий показатель по Европе – больше всего заболевших в Италии и Испании. Собираются ли в Германии уменьшить количество поездов и как коронавирус отразился на перевозках, расскажет Шолпан Найманбаева. Только за последние сотки количество инфицированных в Германии увеличилось на 5 780 человек. 55 пациентов скончались. С каждым днем печальная статистика растет. Чтобы остановить распространение болезни, в стране приняты беспрецедентные меры. Людям нельзя собираться больше двух, а рестораторам запрещено открывать свои кафе и рестораны. Иначе грозят крупные штрафы. Но что еще можно сделать, чтобы остановить распространение коронавируса? Одна из мер – уменьшить поток людей в общественном транспорте. Накануне Союз железнодорожников ФРГ потребовал наполовину сократить количество поездов. С одной стороны, это поможет не допустить распространение коронавируса. С другой – немцы сейчас предпочитают сидеть дома. Судя по актуальным данным, количество передвижений по Германии уменьшилось на более чем 30%. Ограничение общественной жизни нужно, чтобы замедлить распространение болезни. Мы будем разрабатывать новые концепты и решения, чтобы защитить наиболее уязвимые группы населения и позаботиться о них. Но скажу точно – о послаблении мер говорить еще рано. После пасхальных праздников мы подведем итоги. Строгие меры напрямую затрагивают и бизнес. От недостачи клиентов страдают таксисты. Из-за закрытых границ туристы не приезжают, а местным попросту некуда ездить. Многие переведены на дистанционную работу. Водители, занимающиеся извозом, не скрывают. Прибыль упала с нескольких сотен до пары десятков евро в день. Восемь дней назад я говорил, что у меня наполовину меньше работы. Сейчас же я говорю, что все 90%. Это не просто плохо, это ужасно. За 50 лет работы таксистом я еще ни разу не сталкивался с такой ситуацией. А между тем, 400 фирм, которые занимаются автобусами и перевозками, включая туристические и междугородние, сообщают об огромных убытках вплоть до 300 тысяч евро. Бизнесмены говорят, если в ближайшие 4 недели ситуация не нормализуется, то они будут вынуждены объявить себя ванкротами или запросить помощь у государства. Шулпана Иманбаева, Милослав Лавиновский, Хабар, 24, Германия. За последние сутки от коронавируса в Испании погибли 769 человек. Это рекордное число умерших в стране за сутки. Общее число жертв перевысило 5000 человек. По данным Министерства здравоохранения Испании, за сутки COVID-19 заразились почти 8 тысяч человек, увеличив число зараженных в стране до 65 тысяч. В Мадриде, наиболее пострадавшем регионе страны, Ледовый дворец начали использовать в качестве морга. А на домашнем стадионе Реал Мадрида Сантьяго Бернабео разместили медицинские принадлежности и препараты. Ранее Испания продлила карантинные ограничения еще на две недели, до 12 апреля. Людям запрещается выходить из дома, за исключением покупки продуктов и лекарств. Гражданка Казахстана обеспечивает жителей Южной Кореи санитайзерами. Бизнес-вумен Галина Алимова наладила на собственной косметической фабрике производство дезинфицирующих растворов. Этот товар казахстанка решила выпускать два месяца назад, когда в Корее был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Сейчас за сутки на заводе, которым управляет Галина, выпускают от 5 до 8 тысяч флаконов обеззараживающего средства. Хотя продажи косметики сейчас снизились, санитайзеры пользуются большим спросом. Растворы занимают 70% всех товаров, выпускаемых на фабрике под руководством казахстанки. Галина Алимова проживает в Южной Корее больше 20 лет. В этой стране она вышла замуж и родила троих детей. Своей косметической компанией Галина дала казахское название – «Она-мама». Санитайзеры предпринимательница планирует поставлять и в другие страны. Рассматриваю Италию, Францию, слежу каждый день за ситуацией в Казахстане, так как это моя родина. В первую очередь, если поступит заказ из моей страны, я его выполню. Но пока не знаю, как отправить. Казахстан 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 Продолжение следует... 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 деятельность города. Об этом заявил Аким столицы Алтай-Кульгинов в своем обращении к населению. Такие беспрецедентные меры создаются, чтобы обеспечить условия для самоизоляции людей. Предлагаю послушать обращение Акима Нур-Султана полностью. Уважаемые жители столицы, как вы знаете, количество заболевших выросло. К сожалению, есть летальный исход. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким скончавшийся. Врачи сделали все, зависящее от них. Этот факт еще раз показывает то, насколько опасна инфекция, и то, как мы должны относиться к мерам безопасности. Эту больницу мы закрыли на карантин. Некоторых врачей положили также на карантин. Еще один объект, который мы закрыли на карантин, это автобусный парк номер один. В ходе мониторинга нами выяснилось, что работник автопарка был контактным с заразившимся коронавирусом. Поэтому в целях безопасности наших горожан, а также работников автопарка, мы полностью автопарк закрыли на карантин, провели дезинфекцию самого парка и автобусов. Без жестких мер нам не удастся замедлить и остановить инфекцию. Поэтому с 30 марта по 5 апреля работа общественного транспорта по городу приостанавливается. Мы проведем тотальную проверку работников автопарка. После праздничных выходных мы заметили большой наплыв людей на улицах. Поэтому для того, чтобы создать условия для самоизоляции, Госкомиссии принято решение, что начиная с 30 марта по 5 апреля объявить неделю нерабочей. Приостанавливают свою деятельность все организации, независимо от форм собственности. Это не касается медиков, работников правоохранительных органов, коммунальных служб и других служб, которые обеспечивают жизнедеятельность города. А для тех, кто на передовой по борьбе с инфекцией, мы поможем обеспечением транспорта. Третье. Ограничивается выход граждан из дома за исключением приобретения продуктов, лекарств и получения медуслуг, а также выхода на работу, деятельность организаций, которых разрешена на этот период. Здесь хотелось бы отметить, что это уже не рекомендация, а требование чрезвычайного положения, правила, которые мы должны соблюдать все. Улицы города будут патрулировать службы. Здесь нужно отметить, что чем больше вы находитесь в обществе, тем больше подвергаете себя риску. И безответственное отношение не должно стоить кому-то жизни или здоровья. Четвертое. Для пенсионеров, которые состоят на диспансерном учете, а также получают лекарственные средства, мы уже с 25 марта начали работу по доставке на дом всех необходимых лекарственных средств, а также продуктов питания. Заявку можно подавать через службу 109. Продовольственные магазины работают. Пятое. Несовершеннолетним запрещается выходить на улицу без сопровождения взрослых. А с 6 апреля мы уже начнем обучение онлайн. Шестое. Заключение закрыты все общественные места, парки, скверы, игровые площадки, а также другие общественные пространства и места отдыха. Дорогие друзья, дорогие жители столицы, дисциплина – это гражданский долг каждого из нас. Альтернативы строгой дисциплине нет. Пожалуйста, не ждите, когда кто-то из ваших близких заболеет, либо когда станет слишком поздно. Берегите себя и своих близких. Спасибо. Карантин можно провести с пользой. С некоторыми лайфхаками готова поделиться наш корреспондент Вероника Боярова. Она точно знает, чем можно занять себя во время домашней изоляции. Первое, что приходит на ум, это банальный просмотр фильма или программы, которую вы так долго откладывали на потом. Можно почитать. Если под рукой не оказалось бумажных книг, то смело открывайте сайт Казахстанской национальной электронной библиотеки. Она работает 24 на 7. У нас много ресурсов, и не только художественные. Есть научные, есть энциклопедии, словари, есть редкий фонд, есть аудиокниги. Очень-очень много материалов. И есть по тематикам. Раньше национальный музей посещали до 15 тысяч человек в день, а сейчас его коридоры пусты. И все же ценители истории могут ознакомиться с экспонатами через интернет. Виртуальный тур. Все залы на этом сайте полностью доступны, абсолютно бесплатно. И тот человек, который интересуется, хочет посетить национальный музей, может свободно это посмотреть и у себя дома. Тссс, тихо, идет онлайн-лекция. Трансляции выкладывают в ютуб и социальные сети. Сейчас онлайн-продукты музея смотрят более тысячи человек в день. Хоть и массовые скопления людей запретили, находчивые звезды отечественной эстрады начали собирать своих поклонников с помощью интернета у экранов, компьютеров и прочих электронных гаджетов. Свои онлайн-концерты уже провели Жубана Джексинула, Гадильбек Жанай и Роза Рымбаева. А те, кому по душе активный отдых, могут включить онлайн-тренировки и позаниматься дома. Тем более, что спорт способствует укреплению вашего иммунитета. Пандемия коронавируса перевела музеи и галереи по всему миру в режим онлайн. Большинство из них принимают новые форматы и делают это весьма удачно. Например, в Эрмитаже ежедневно проводятся прямые трансляции экскурсий и лекции, которые смотрят более трех миллионов человек. Последняя экскурсия прошла на итальянском языке в знак солидарности с Италией. Парижский Лувр также открыл несколько онлайн-экскурсий, благодаря которым можно увидеть египетские артефакты или мировые шедевры изобразительного искусства. А вот Лондонская национальная галерея обеспечила панорамный обзор своих залов с помощью инструментов Google. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.